Приветствую вас, смотрите. Вот вы пишете, что почему бывший парень держит, внутридущий держит и не отпускает меня, из-за чего я не могу его забыть. Мне кажется, что здесь немножко нарушена причинно-следственная связь, потому что он вас держит в душе, как вы говорите, именно в следствии того, что вы его не забываете. Не забывайте вы его по той причине, что если именно функционально рассматривать этот момент, то вы его не забываете, потому что ваша жизнь вам не интересна настолько, чтобы забывать человека. Словно говоря, ваша жизнь, она, грубо говоря, не интересна настолько вам, чтобы вы жили сам, чтобы вы жили дальше, чтобы вы жили ради чего-то для себя. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Так вот, получается, что этот человек, это, ну, ни много ни мало, довольно яркое событие в вашей жизни, довольно яркое впечатление в вашей жизни. Да? Вот. И, соответственно, соответственно, вы не можете двигаться дальше, потому что вам не ради чего жить, не ради чего двигаться вперёд. Вот. Вот. Отсюда есть такие сложности с тем, чтобы забыть кого-то. Вот. Понимаете? Такая вот история. И с этого, ну, не начинается. Насколько вам интересно. Насколько вам интересна своя жизнь. Вот. И с этого, ну, не начинается. Понятно, что есть ещё фактор, фактор того, что вы могли расстаться с человеком. Вот. Осталась недосказанность. Это, в принципе, решаемо. Вот. Ну, то есть, я серьёзно говорю, да, что это решаемо. Это можно решить. Вот. Через терапию, да, вот. Через психотерапию это решается. Вот. То есть, как бы, процесс, это такой, он не перманетный, этот процесс. Он не перманетный, ни в коем случае. Вот. То есть, этот процесс, он, ну, имеет какие-то временные, скажем так, пределы. Вот. Вот. Ну, это решается. Это... Достаточно эффективно, как мне кажется, достаточно эффективно корректируется. Вот. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы это делать? Вот. Другой вопрос. Хочется ли вам этим заниматься? Вот. Это вот уже немножко другое. Другой. Это уже немножко другой аспект, на который, как мне кажется, вам нужно обратить, обратить, обратить своё внимание. Своё внимание. Вот. Вот. Как-то так, примерно, я бы, я бы ответил вам с позиции психологии. Вот. То есть, есть травматичный фактор и есть поддерживающий, поддерживающий фактор, фактор. Вот. И то, и то, и другое составляет для вас основу того, что вы пребываете в этом состоянии. для себя неприятным, тяжёлым, истощающим. Но, тем не менее, это, по сути, единственное состояние, пока что, в котором вы можете находиться. Вот. Я думаю, как-то так. Примерно. Вот. Такая вот история. На этом всё. Вот. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.